здравствуйте дорогие зрители и слушатели добро пожаловать на еженедельные уроки торы сегодняшняя недельная глава балойска в израиле и уже читали диаспоре будет читать я хочу сегодняшнюю лекцию начать с интересной истории мы скоро узнаем как она связана с недельной главой история случилась в израиле в не браке произошло несколько лет назад дело происходило вечером после разрешено разрешено народ возвращался кто куда кто-то мой и люди ехали обратно бросили много людей ждали на автобусной остановке автобуса я даже слышал кто-то рассказывает с участью до подробности он сказал что 502 автобус вы мне можете поправить и вот они стоят на остановке понимаете было только что два дня праздника народ усталые дети молодые пожилые завтра еще и пост это не сидит стоят ждут на остановке автобуса нету автобуса нету а народ переживает автобуса нету и они же стоят ждут события накаливаются идут наконец-то приезжает автобус не подъезжает автобус не уже обрадовались смотрят не тот автобус другой рейс вместо того чтобы нарисовали им едет 318 автобус на раховод он подъезжает в раховод никто не собирается ехать и тут происходит интересный момент двое из пассажиров потенциальных пассажиров которые ждали то автобуса они зашли там молодые люди зашли и начали чуть не умоляли этого водителя поехали в русалин уже сама посадили я я должен ехать в раховод я как в русалин сколько народу там женщина не уставшие дети народ устал что давать такая митца только что была расширена новый короче не плакали пока они его уговорили сказали все заходите все так он поменял это не так-то сложно он меняет на своем табло 318 на 502 он не пришла и все имеем не ушла и надо ли говорить все пассажиры как его благодарили как его не благословили они ему сказали как стива вах сема това и все как возможные благословения чтобы мы и вашей семье и всем было хорошо что он спас а потом они уже подъезжают и один из пассажиров подошел к нему тихонько и гисушек что вообще тут происходит ты 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 разве не боишься и тебя уволить могут водитель взял поменял рейс автобуса там же наше время понимаете это время не судят они вниз не случилось палестинском до создания государства израиля несколько лет назад уже есть gps само собой разновляется что в депо они они видят где автобус что ты не боишься что ты потеряешь работу и водитель немножко улыбнулся и сказал я тебе скажу по секрету что произошло в компании они увидят что нужно послать послать автобус они понимали что там много народа ждет и после праздника никто не хотел ехать никто из водителей не хотел ехать почему потому что все понимали вы будете понимать что когда он приедет о ему уже скажут он муж ждут ему с новым годом его поздравят потому что они вы ждали народ уставший народ злой кто не хотел ехать я поеду собрали не переживать я поеду все будет хорошо что я сделал я знаю что я должен ехать в иерусалим понятно что я сделал я заранее поменял свой рейс на 318 я подъехал как будто еду в раховод соответственно вы ко мне пришли на чуть ли не на коленях я вам сделал одолжение и вместо того что про получать всякие проклятия и крики и так далее все замечательно все броход и спасибо и вы такие довольны и вы довольны я довольны все довольны замечательная история я ее слушал от рабина мелк бидермана одного из высших рабинов израиль почему эту историю рассказываю что в нашей жизни понятие хорошо и плохо понятие нехорошее это зависит от наших то что мы ждем то что в америке назвать expectation то что мы ждем мы мы ожидаем чего-то если то что мы получаем конечно результат лучше чем то что мы ожидали это классно это здорово и кстати как хорошо если это хуже чем мы получили ожидали так это страх и ужас если получили как ожидали хорошо это везде это это в каждом этапе нашей жизни и люди когда они жалуются что они почему не жалуются не жалуются потому что они у них своя планка что они ожидают если участвовали не хотели они хотели чтобы у них была хорошая жена много детей много денег фазанда дача и так далее чего-то этого нету не расстроены если нет его не ожидали что полу замечательно нашей недельной главе если вы посмотрите это начало 11 части бамидбар 11 и стал народ как бы роптать на злое вслу господа они начали роптать иначе плохо не хорошо что они начали говорить потом дальше приводится что они начали плакать что мы помним рыбу которую нам давали нам в египте там рыбу давали нам чеснок давали а тут там манны манны уже надоело манджа был похож говорит тора он был очень вкусный и наша мудрец игры кстати что он любой вкус принимал но народ начал роптать начал роптать плакать и они были наказаны почему они почему не роптали потому что они привыкли к таймане небесной всевышний понимать нас должен соответственно кормить если нам не дают чеснок как мы бы хотели начнем претензии и везде у людей такое может случиться не да и иногда не дай бог а свыше лом всевышний чтобы исправить ситуации иногда он меняет просто рейс автобуса такое может случиться если человек недоволен сейчас вышло мне про кого что было сказано что может произойти человек что-то недоволен вдруг не дай какая-то болезнь рука это проблема вдруг а что-то на него нашел и он про все забывал тебя констрируется своей проблеме никому не надо было когда проблема даст богу довольны все хорошо все здорово зачем было роптать чтобы всевышнему надо было сначала поменять автобус на раховод чтобы потом приехать в иерусалим когда можно было бы сразу быть довольными и сразу быть счастливыми и человек если он будет радоваться и и не ожидать слишком много то скажу вам кто-то всевышний обязан люди настроены люди смотрят по сторонам я ведь как у других людей как у знакомых никто не ходит по больницам не дай бог смотреть как у других никто не ходит не дай бог по такими печальными местами все хотят чтобы нас было как у всех и а человек должен настроиться что всевышний лучше знает как нам лучше и он знает каким автобусом куда надо ехать какой риск какого автобуса есть и чел будет доволен как манна небесная манна небесная как человек настроиться так она была по вкусу если человек хотел себе шума было по вкусу как с любимой сосиски она была по вкусу как сосиски если вы хотели это это были даже вопросы некоторые комментарии задают вопрос что будешь человек думает о чем-то некошерным даже такие вопросы были мы не знаем это было много лет назад но все говорят что как ты хотят так это настрой зависит настроек садись другой вопрос если действительно написано что любой вкус мог манн приобретать и так далее почему же они роптали они хотят чеснок думайте про чеснок они хотят соленые огурцы думайте про соленые огурцы раньше приводит что некоторые вкусы манн специально не принимал это были вредные вкусы для беременных женщин если да который она вредна для беременных женщин из разные объяснения на одной записи замечательной прекрасное объяснение которое слышал что если у человека есть вопрос жаловаться не выбор жаловаться роптать хныкать или думать так всегда легче роптать и их лекать и жаловаться всегда ли чем пожаловаться он это плохо то плохо то место чтобы подумать решить проблему исправить проблему сколько раз бывает ситуация когда человек что-то ему не нравится ему эта проблема у самого я спокойно решили все было бы хорошо значительно легче позвонить в редакцию на кричать на пожаловаться и так далее чем думать и думать как решить эту проблему наша манна небесная еще один из уроков которая на мат небесная дала что пустыне людям легче было роптать чем думать а человек должен себя приучить пятки мы все хотим любой человек что есть общего у всех людей неважно кондициональности наши кубы вреда исповедания неважно независимости от пола и от возраста все хотя бы счастливыми причем в этом мире надо заниматься самобманом да мы живем не только ради этого мира на всех тебе счастливы и один из секретов счастья это быть счастливым очень просто кто хочет быть счастливым никто не тебя не заставляет переживать так если человек сосредоточиться и будет концентрировать на своем то что у него есть хорошим у каждого даже у людей которые как бы судьба давайте скажем как будто не сложилось по сравнению с другими всегда есть что-то хорошее особенно в наше время когда слава богу в целом большинство еврейского народа живет можно сказать по сравнению с бывшими временами в изобилии да можем одесса сравнять сравнивать с другими в наше время может на последнюю что было большинство еврейского народа подавляющее божество живет по сравнению с другими временами в изобилии есть чем радоваться и чай просто же страница действительно продолжать и радоваться еще интересный момент это же вас так в этой недельной главе когда евреи путешествовали написано как они путешествовали по пустыне какой-то не был gps у них они просто следовали был столб всевышнего и облачный столб ночью это был огненный столб и они за ним следовали там написано что алпи ашем пост если можно сказать по слову по слову господа они ехали по слова господа они останавливались и так далее и наши мудрецы говорят что так на самом деле проходит вся человеческая жизнь если человек так живет человек понимает что да конечно мы мы немножко должны понимать что мы делаем и даже следить мы должны пытаться и что будут конечном итоге мы живем когда всевышний сказал так будет в итоге она будет так и человек когда так живет алпи ашем ему легче жить тоже на свете если какая-то неожиданная ситуация произошла которую он не ожидал так ашем хотел иногда мы поймем почему иногда почему это лучше да мы не поймем но если человек живет алпи ашем по слову всевышнего ему будет легче жить если интересная гемора мы не будем даваться в глубокую часть именно логическую таки морга вечно законы субботы законы субботы если мы там чтобы не нервно рушить субботу когда человек что-то разрушил надо вас построить в том же месте уже есть просто чак разрушает субботу этом который не запрещено это наоборот это же разрушение если человек разрушает чтобы в этом же месте построить так это называется мы что-то хорошее сделали хоть мы и разрушили когда там например старый дом стоит его снесли построили новый красивый дом когда его снесли получается мы сделаем что-то хорошее с точки зрения субботы это очень важную роль играет если мы портим или мы наоборот делаем созидательную работу тагимара говорит что все законы субботы мы учим из мешкана и законы раз разрушить из построить мучим из мешкана они его разбирали и потом его собирали задает геморрой вопрос подождите они же его разбирали а потом устроили в другом месте когда они разбирали мешкан когда они путешествовали они поднимался этот столб дыма или огня и еврейский народ должен был за ним ехать коина левиты собирали мешкан и они ехали потом они начали другом месте устроили дает ему вопрос почему же вы мне говорите чтобы разрушена на этом же месте чтобы мы построили мешкан сам мешкан с которым это учим так не работал и ему говорит ответ непонятно немножко ответ потому что второе написано что они путешествовали по по слову господа поскольку вопрос задавала что мешкан когда его заново строили его строили в другом месте чай гемора потому что мы слушали всевышний все по по слову по воле господней конечно лечь объясняет очень интересный момент когда едет машина и вам звонят и как я вы находитесь я не знаю возьмите для из пункта амфу где вы там не находились и выговорить да я вот проезжаю сейчас вот этот километр вот эту миль здесь венгер сейчас ну да я тоже проезжаю дальше нужно следить я буду скоро здесь то есть вы смотрите по странам где вы находитесь писать и себе что маленький ребенок он едет в этой же машине если можно было бы спросить маленького ребенка где он находится он скажет я у мамы на рук на ручках его и где он у мамы на руках находится для маленького ребенка мы все равно какой где вы проезжаете по кому шоссе по какой трассе вы едете какой километр какая мили маленький ребенок если ты где я мамы на ручках такси вышний когда мы путешествие пустыне мы у него были как у всевышнего на руках он нам показал куда ехать все было пешим и весь отчувствовали они были окутаны этими облаками славы которые мы празднуем сукот они полностью были в прямом смысле как у всевышнего на руках и они все чувствуют что да то есть где бы мы мы разобрали мешкам потом его заново собираем его разобраем и замс мы в одном и том же месте мы всегда у всевышнего на руках если человек в наше время начнет себя это не сразу это нельзя так садиками праведниками не рождается праведниками становится надо над этим работать надо следить за собой пытаться работать над собой что все действительно причисли то что в мире происходит если человек действительно верит в бога если еще не верит это надо делать тоже надо работать понимаешь здесь все-таки бог на свете который как говорил не большой раввин конечном итоге все-таки надо признать что конечно только бог всем руководить да ну очень хочешь как и если все выше вниз для этом нет для меня сделать для меня это хорошо а я это не понимаю данный я у мамы на руках Не всегда дети Те из нас, у кого есть дети Это понимают И те из нас, которые являются детьми И не так давно были детьми Это понимают Что не всегда желания детей и родителей Совпадают И очень часто дети говорят Что родители не понимают Их родителей не из той страны Не из того тысячелетия И вообще ты отставший И так далее Конечно, только очень часто Дети сознают и понимают Что папа и мама были правы кто уже говорит о нашем Адвину Малкейна отце. Наша недельная глава, то, чему она нас учит, что человек должен радоваться и пытаться просто понять, почему для него это лучше. К концу недельной главы, тоже Коста может с этим связать, Тора нам рассказывает историю о Мире, которая была наказана, потому что она говорила против Мойши Робейна. Они критиковали Мойши Робейну. Надо четко дать свой отчет. Мойши, он не обиделся Мирием и Арм, они были старше брата и сестра Мойши Робейну. Они его критиковали, что он неправильно себя ведет. И Всевышний наказал, особенно Мирием, потому что Миря больше говорила. Арм буквально на минуту нашему мудрецу, говорят, он получил эту болезнь, потом он выздоровел. А Мирием действительно заболела. Сарат. Сарат очень часто переводят на русский язык как проказы. Это, скорее всего, с медицинской точки зрения неправильный, неправильный перевод, потому что это не та болезнь, просто часто переводится. Короче, это какое-то кожное заболевание, скажем так. И Мирием была наказана за то, что она говорила про Мойши Робейну. Опять-таки наши мудрецы говорят, что, смотрите, Мирием, которая на самом деле, она его любила, Мойши Робейну, и она ничего такого плохого не сказала, и она это сказала только своему брату, и Мойши не обидятся. И все равно Мирием была наказана. И она переболела, если так можно сказать. Она была в карантине 7 дней. Весь иврейский народ, мы говорим несколько миллионов людей, значит 100 тысяч взрослых мужчин, плюс женщин, плюс дети. Все. Весь иврейский народ ждал Мирием, пока она не выстроит. Говорят наши мудрецы, она это заслушала, что ее ждали, потому что чуть более 80 лет назад, когда мама Мойши Робейну, Яхэвет, положила колобельку с Мойши Робейну в Нию, Мирием смотрела, что случилось с ее маленьким братиком. И она видела, когда дочь фараона пришла и достала эту колобельку из реки, и Мирием подбежала и сказала, муж, тебя найти еврейскую кормилицу, да, замечательно, как хорошо. И Мирием все это организовал. В нашем мудреце говорят, что она часик. Слово час на самом деле на святом языке часто подразумевается, то есть, какая-то часть времени. То есть, не час, как 60 минут, это подразумевается. Она какое-то время там подождала, то есть, на самом деле, это может быть даже меньше часа. Она какое-то время подождала, что будет Мойши. Кстати, наши мудрецы говорят, что она была, если так можно сказать, виновница, что все это произошло. Потому что ее родители разошлись. Когда они увидели, что происходит, как детей бросают в реку, Амрам развел Яхэвет, родители Мойши Робейну. Потом Мирием сказал, что же вы хуже фараона, у вас вообще никаких детей не будет. Они вернулись по совету Мирием, они заново женились. И потом папа сказал, Мирием, вот смотри, видишь, что из тебя получается, вот у нас родился мальчик, как бы ты немножко виновата. И Мирием пошла посмотреть, действительно, что же будет. И она часик, допустим, часик она подождала Мойши Робейну. Она ждала Мойши Робейну. Поэтому весь еврейский народ ее ждал, немножко непропорционально, она ждала 1 час. А ее весь еврейский народ, кстати, Всевышний обычно платит, написано, что Всевышний на 2000 поколений. Так я вот думал, на самом деле пропорция не такая страшная, 1 час, 7 дней, примерно 168 раз больше. Ну, это не тысячи. Да, но не забывайте, ее ждал не один человек. Она одна ждала своего брата, ее ждали 3 миллиона людей. Значит, она получила награду в 3 миллиона, в раз больше. И вот, подчеркиваю, смотрите, как Мирием получила свою награду. Нас это здесь, Тора учит, что есть такие мелочи, то, что называется мелочи жизни. Мелочи жизни, посмотрел, подождал, улыбнулся. Нет такой вещи, как мелочи. И все эти мелочи Всевышний их запоминает, их записывает. И очень часто мы не знаем, где вот эти мелочи, как они нам вернутся. Кстати, надо понимать, что, не дай Бог, негативные мелочи тоже, не дай Бог, это может что-то быть плохое. Человек всегда должен понимать, что и так хорошо. И так хорошо, ничего страшного, это уже что-то лишнее. Вот эти мелочи, они меняют иногда жизнь, в прямом смысле жизни человека. И где приводится история, Папшин Шампинкас приводит историю. Он не пишет имя, с кем это произошло. Он говорит, что с каким-то Рожешивой в Израиле это произошло. Он получил письмо из Швейцарии. Хорошая страна Швейцария. И я получаю оттуда письмо, приглашение на свадьбу. Приглашение на свадьбу в Швейцарии, здравствуйте. Нет, смотрите, там с билетом. Письмо с приглашением и оплачен поездкой в Швейцарию. Нам бы тогда. Кто делает свадьбу, его бывший одноклассник. Пока он вспомнил, кто это такой, они вместе учились с Ишеват Понович. Понович – это одна из главных Ишев вообще в мире, на самом деле. Но сейчас как минимум в ней браке. Это знаменитая Ишева Понович. Они там вместе учились. Он с ним совершенно не поддерживал контакты. Когда это было, он ему позвонил, говорит, ты не перепутал, все в порядке. Он говорит, нет, я не перепутал, я тебе все объясню. Я знал, что ты немножко удивишься. Что произошло, когда мы с тобой учились в Понович? Мы были бахуринты, мы были подростками, то есть мы учились. Я был в Швейцарии и мне было нелегко. Другая страна, друзей у меня не было. И не шло у меня. У меня в Ишеве не шло. И я принял решение, что глупцем занимаюсь. Все, не идет. Надо возвращаться. И я уже поговорил со своим родителем. Они, как говорится, дали мне добро возвращаться. Слушай, как у нас говорят, не судьба. И вот я сидел уже, поговорил с родителями, я сидел, обдумывал это. И ко мне ты подошел. И ты мне поправил воротник. У меня воротник, знаете, бывает часто. Часто, не часто, но бывает воротник немножко наизнанку. И ты ко мне подошел, поправил мне воротник. Я думал, что, наверное, он еще и улыбнулся. Он поправил воротник. Все. И я почувствовал, кто-то обо мне думает. Я, то есть, кому-то я не безразличен, кто-то обо мне думает. Мне это как-то интересно. Мне стало приятно, что кто-то обо мне думает. И начал думать. На самом деле я начал думать, что мне так все плохо, слушайте. Знаете, иногда человек, когда он уже углубился в свою травму, свою депрессию, все так плохо, все так плохо. Я думал, что я начался думать, что не так все плохо. Может, я найду себе хабруса. Может, все впереди, кто его знает. И я так и остался в Вишеве. И действительно, слава Богу, как бы перевернул страницу, все стало лучше. И я стал, слава Богу, Чей Тору. То есть, я бы и так и так был религиозным человеком. Если бы даже я вернулся в Швейцар, я бы соблюдал субботу. Но, конечно, не сравнить, кем я стал после Ешеват Поновича и без Ешеват Поновича. Совсем другой человек. То есть, ты изменил всю мою будущую судьбу. И я об этом помню. И поэтому, когда вот сейчас, как бы, следующий этап. Я просто не знал, как тебя отблагодарить. Просто с бухты боролито, сказать спасибо. И сейчас, когда я делаю свадьбу, я своей гидея женю. Так я чувствовал, что, как бы, это хорошее время тебя отблагодарить. И поэтому я тебя приглашаю на свадьбу. Человек просто подправил. Что ему занялось секунду, он об этом забыл. Сколько раз мы можем, сколько раз мы делаем, сколько раз мы улыбнулись кому-то, мы кому-то помогли. И сколько раз не дамок наоборот. На примере Мирья мы видим, что вот эти мелочи могут полностью изменить нашу жизнь. Кстати, Ешеват Понович очень в наше время как раз вовремя. Но, к сожалению, неделю назад скончался Ешеват Понович. И когда, к сожалению, о живых людей тоже пишут много, но, к сожалению, когда мы узнаем много о великих людях после смерти рабе Эйдлштейна, то есть появляется история. Интересно, он писал свои уроки. Человеку было за 100 лет. Человеку за 100 лет. Он был при полном создании, он давал уроки в Ешеве. И он записал конспекты своего будущего урока. Вдруг ему стало неожиданно плохо. Это было прямо перед Шавуотом. И перед Шавуотом, когда его уже видно было, что ему плохо, резко что-то происходит. И он вдруг переживал, если вы помните, что его было не так давно. И он вспомнил, что есть митцва перед праздниками, перед Шавуотом, что-то приготовить на кухне. Гемора приводит, что даже большие мудрецы, большие талмудисты, надо что-то приготовить, лыковый Шавуот. В честь суббот надо что-то приготовить. Даже те, у кого, слава Богу, есть жена, и дети, и все готово, и слуги. Но большие раввины. Хоть что-то надо было приготовить, что вот именно я своими руками, всегда, кстати, это очень интересное правило, любая митцва, даже если кто-то за вас и может сделать, всегда хорошо, чтобы быть, тоже что-то сделал. И Рэвэ Эйденштейн, которому уже было за сто, он вспомнил, что подождите, сейчас же, мы сейчас перед праздниками, а я, получается, для праздника ничего не сделал, ему принесли кастрюлю, я не знаю подробностей, что-то он там перемешал, что-то он сделал, с какого дьём-то он что-то сделал. Человек, который в состоянии здоровья, возраст, положение, кто он, он Большой Рожешива, вот эти мелочи, вот эти мелочи, на самом деле делают великих людей великими людьми, вот именно эти мелочи. Он не знал, что он перед смертью, он, может, не знал, что он знал, что он не знал, но вот эти мелочи он вспомнил, что надо сделать это митцв. чтобы мы были здоровы, чтобы мы хорошо за стол жили, и чтобы много дел иметь. Но вот эти мелочи надо человеку. Ай, так хорошо. Человеку, нет времени на эти мелочи. Мирьем много тысяч раз получила награду. И даже если нет за награды, мы никогда не знаем, где, что и когда. Поэтому надо на этих мелочах очень концентрироваться и очень быть аккуратным. Кстати, в этой же истории с Мирьем очень важный момент. Написано, что одно из объяснений Мойши, чем они его критиковали, что Мойши на самом деле все пророки. Все евреи слышали голос Господний на горе Синай. И что-то вдруг Мойша себе возомнился, и он перестал со своей женой жить. И Тора говорит, интересный момент, это самый конец нашей недельной главы Боалойска, что Мойши на самом деле был очень скромный. Иш, Мойши, написано, что он был оном, но сам был самый скромный из всех людей на земле. Интересно, Мойши, хоть он был самый скромный, но Тора о нем говорили как Иш. На самом деле слово Иш, очень интересно, слово Иш, это на русском обычном переводе как муж. Муж, 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 муж и жена, что-то великое, что-то человек, с большой буквы, если так можно сказать. Интересно, что Мойши, хотя Тора, сама Тора говорит, что он был очень скромный и самый скромный, но он был Иш. Иш, Мойши, он был Иш. И в нашей неделе на главе приводится очень интересный момент, где это то же самое слово упомянуто, когда Всевышний сказал Мойши Робейну, выбери 70 старейшин Израиля, и они его будут, вот этот Сан-Эдрин, это первый еврейский Сан-Эдрион, 70 человек, выбери из каждого колена, надо было, на самом деле должно было быть 72, чтобы делилось на 12, там был жребий. В конечном итоге Мойши выбрал 70 великих мужей, там Иш, Шидин, Иш, чтобы они, как Мойши Робейна сказал, чтобы они ему помогали. И там, грамматический, очень интересный момент, там написано, возьми 70 Иш, на святом языке, когда много людей называется Анашим. Не говорят, то есть, в этом всякая прелесть святого языка, что иногда там можно поменять, то есть, грамматический, ни в коем случае, в Торе нету грамматических Анашимов. Но стандартная грамматика обычно, когда говорят 70, говорят Шевим Анашим, 70 людей, не говорят 70 человек, по-русски плохо бы звучало, 70 человек, а тут написано Шевим Иш, почему же приводится слово Иш? Комментарии, если ты поменишь, мы даже говорим, что слово Иш имеет в себе два значения. Иш, мы видим, в Торе написано, когда евреи прошли через Ямсу, когда они прошли через море, написано, что Всевышний написано, Ашем Иш Мелхама. Про Всевышнего мы как бы образно говорим, что он муж войны. Иш, про Всевышнего, само собой разумеется, когда мы говорим про Всевышнего, это образно, он не человек. Но мы его называем, как бы, человек войны, воин. Мы называем Иш Мелхама. То есть Ашем, это самое-самое-самое большое, что можно себе представить. Тут еще говорится про Мелхама, про войну. Но слово Иш упоминает в таком контексте. Срекольственное, говорит Медреш, в нашей неделе, слово Иш упоминает вместе с Мой Шарабейну. Мой Шарабейн, Моисей, он называется Иш Анаф. Он человек скромный. Говорит Медреш, человек, который будет и должен быть главой в еврейском народе. Их было, кстати, 70. У евреев был, в свое время, когда же, конечно, был царь, был глава народа. Много было глав. Была целая иерархия, был Санедрин, был маленький Санедрин, были судьи. Но для того, чтобы человек действительно мог быть каким-то главой в Израиле, он должен быть Иш. 70 Иш, он должен быть Иш. В нем должно быть и Иш Мойша, и человек, как Мойша, он должен быть скромный. С другой стороны, должен быть Иш Млахама, он должен быть воином. И это не противоречит. Все великие раввины, если посмотреть их биографию, с одной стороны, они были все очень скромны. Иногда это просто удивительно, насколько человек может быть скромный, даже простой человек. С другой стороны, вот те же самые скромные, мягкие, добрые люди, когда доходило дело до чего-то серьезного, когда надо было быть Иш Малхама, они ни с того ни с сего, они были как стена. Они настаивали на своем, они добивались своего и так далее. То есть, с одной стороны, Иш, с другой стороны, Иш. Человек, глава еврейского народа, должен в себе иметь два этих качества. Возвращаясь все-таки к нам, я не знаю, кто слушает эти уроки, какие великие главы еврейского народа, но каждый из нас, почти каждый из нас, как минимум, где-то мы находимся в такой ситуации, что мы чем-то руководим. Иногда мы руководим, прямо в смысле слов, есть люди, которые руководят у себя на работе в какой-то фабрике, где-то они чем-то заведуют, они дают какие-то указы. Некоторые руководят у себя дома. Если мы родители, значит, наши дети должны наслушаться. Очень часто бывает, что мы должны принимать решения не только о себе, и о других тоже. Так человек должен запомнить, что, с одной стороны, человек должен быть всегда скромным. Человек не думает, чувствует себя, что кто, вот, вот, там меня кто-то не слушается. Но, с другой стороны, когда дело доходит, если вы наказать что-то важное, с точки зрения Бога, действительно, человек должен быть Иш. Мой человек, кстати, мой человек, который был самый-самый-самый скромный, тем не менее, он был главой ивлецкого народа. И ему нелегко было, посмотрите, что сейчас, кстати, интересно, будет одна недельная глава, а за другой, когда Мой Шарабейну немножко были разногласия с разными слоями ивлецкого народа, и как он решал эти вопросы. Это был тот же самый Мой Шарабейну, который был Иш, который был скромный, и это ему не мешало. Теперь, когда мы уже дошли до конца недельной главы, давайте теперь мы будем к началу, между прочим, наша недельная глава, она делится, на самом деле, на три части. Очень интересно, что там посредине, если вы посмотрите, там есть как бы скобочки, и это уникальная глава. Обычно, когда у нас стор, значит, у нас есть пять кник Тор, и есть недельная глава, здесь посредине этой главы есть как бы скобочки, там есть перевёрнутые буквы «ну». То есть сама недельная глава как-то перевёрнута. Поэтому немножко у меня есть оправдание, почему мы как бы начали с середины потом пришли конец главы и сейчас мы возвращаемся к началу главы потом мы все вместе с Бог суммируем в начале недельной главы как она называется Баалойска это переводится недословный перевод будет как бы зажигать зажигание свечей мы начинаем главу с того, что Аарону Всевышний заповедовал зажигать минору говорил Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады это начало недельной главы минора, очень интересно, минора она должна была сделана из цельного куска золота то есть если вы когда-то видели многосвечники обычно их делают там кусок такой кусок такой, потом прикручиваем вместе склеиваем, спаиваем получается прекрасный подсвечник очень тяжело сделать из цельного куска что-то такое, особенно семисвечник особенно там были и цветочки и шарики значительно легче было бы их сделать отдельно все эти одинаковые цветочки и шарики потом припаять и так далее нет, Всевышний сказал что она должна быть сделана из единого целого более того, Всевышний отыскал Мойши не знают вообще, как это будет происходить Всевышний ему как бы помог это сделать это минор дальше в недельной главе есть еще одна вещь, которая должна быть сделана из цельного куска, на этот раз серебра трубы у Мойши написано, приводится были серебряные трубы которыми он созывал еврейский народ там по разным причинам иногда он созывал их на войну иногда он созывал на обсудить что-то но у него были вот эти самые хацойцерас они не выглядели как шафар они прямые вот они чем-то напоминали горн вы еще помните пионерский горн так были вот такие хацойцы и тоже написано, что в Торе они должны быть сделаны из одного цельного куска на этот раз серебра так Тора говорит еще третий момент в Торе это уже не в нашей недельной главе если вы посмотрите в храме в храме был самый святой это был вот этот копчег в котором держались скрижали и там тоже написано что вот эти крови на этом копчеге на крышке копчега были кровим кровим это как бы они переводятся как вид ангелов у них были лица как у мальчика маленькой девочки у маленькой девочки с крылышками и вот эта вся крышка так значит кусок толщиной в локоть кусок золота на них должно быть вот эти крови легче было бы сделать вот это кусок потом припаять нет должно быть сделано из цельного куска золота вся крышка с этими крови то есть три вещи еще раз минора этот светильник трубы и крышка вот это арнокодиш интересно что же общего действительно что общего почему вот именно вместе и интересно есть два совершенно разных объяснения один я не знаю мы оба обсудим хотя бы один почему это именно три вещи одно из объяснений я слышал что так сложнее на самом деле оно красивее оно лучше оно крепче оно крепче на самом деле вещь сделана из цельного куска она значительно крепче но так значительно сложнее есть три вещи которые символизируются вот этими тремя вещами это три вещи которые человек да оно может быть оно может быть не так-то не так-то и легко но да будет тяжело но так надо и оно будет и тогда у вас будет отслов и тогда у вас все получится первая вещь мы сказали минора минора символизирует символизирует Тору огоньки миноры это символизирует Тору праздник Ханук праздник огня связан с Торой очень многое объясняю поэтому она такая красивая это символизирует Тору изучение Тору оно не может быть знаете с чашечкой кофе там знаете в плавках на пляже там почитать там послушать какой-то там урок и так далее то есть это тоже изучение Тори это лучше чем ничего но если человек действительно хочет изучать Тору тогда Тору таки надо изучать и оно таки надо учить и надо это нелегко дается очень часто люди начинают начинают читать гемор начинают читать а это тяжело самец чужой язык и так далее да так и должно быть это все правильно вы идете правильным путем изучение Тора оно должно быть нелегко даваться и тогда человек действительно у него будет отслов у него будет удача это минораль вторая вещь это вот эти трубы это символ руководителя человек который которому говорили когда он руководит чем-то он должен понимать что легко ему это даваться не будет если человек если в синагоге есть габарин если на бой там есть раввин на гоге есть люди которые чем-то руководят они знают на своей как говорится у нас кает на своей школе они знают что-то очень нелегко с людьми работать так тоже нас очень да она таки будет тяжело вот эти трубы но не любует нелегко я слышал один из одного раввина скажу четырестную вещь за посмотрите в молитве в субботу в субботней молитве после сразу после чтения тора посмотрите там есть мы шабер там из благословения мы благословляем всех людей которые помогают община меньше бараха-басхейна которые те люди которые уийски-бетсор хэтсибур те люди которые помогают обществу мейм году и благословения знаете почему потому что им больше никто спасибо не скажет никто людям ребят который действительно помогает обществу помогают всем никто спасибо не говорит поэтому мудреци постановились хоть все дури по себе все скажут общими словами спасибо всем те кто нам помогает нужно спасибо не ждите и третья вещь это как я уже помню крови мы не были с изображением мальчика и девочки это намек на воспитание детей не то поставите когда они мальчики девочка когда они потом выросли когда они стали еще взрослее одно не всегда дается легко не всегда надеюсь так как мы хотим но человек должен поймать да тора тебя заранее предупреждает тора кстати много-много раз то ли подчеркивается и мудрецы и истории примутенства что есть очень большая митва иметь детей растить чтобы вас действительно чтобы вас были хорошие дети и не всегда это так мама хотелось не всегда и тем не менее чем должен это делать это да но легко и даваться не будет так еще раз минора символ торы трубы это символ когда человек чем-то действительно руководит когда он работает с людьми когда он созывает кого-то когда и третья вещь это воспитание но не всегда будет даваться легко человек человек должен делать то что всевышний ему заповедовал а всевышний уже в долгу не останется и давайте теперь после того как мы завершили краткий обзор этой недельной главы мы начали на самом деле с истории в автобусе в набраке но идея была что человек должен приучить себя не роптать не жаловаться да быть доволен то что у него есть если этот автобус который нам всевышний подослал манна небесная принимала тот вкус который мы думали да легче надо опять-таки жаловаться чем думать надо приучить себя включить себя думать надо приучить себя обращать внимание на мелочи мирьям на мирьям хотя она только часик там подождала мальчику бейну ей всевышний 600 тысяч людей и ждали надо обращать внимание на это как раба едет что ну он каждая маленькая мица каждый не забывал об этом человек должен стараться быть ишь и ишь мелхама и ишь она он должен быть с одной стороны воином но с другой стороны должен быть очень скромным зависимости от когда с кем он работает с кем он где он находится и если вещи которые да нам легко не будет даваться на надо этим заниматься это тора это трубы и это воспитание детей и с божьей помощью все эти вещи которые человек если он действительно будет доволен радоваться и обращать внимание на эти мелочи и дело то что самая большая радость когда человек чувствует что правильно поступает что он действительно занят сейчас тем что ему должен занять природно человек будет очень рад и доволен действительно чтобы у нас было в нашей жизни было много радости и чтобы мы все встречались в эфире по хорошим поводам большое спасибо за внимание и до свидания